Далее поговорим о подготовке Украине к зиме. Разная информация противоречивая была ранее. Предупреждали украинцев о том, что враг, естественно, может и наверняка будет наносить удары. Интересно разобраться, как много уже отремонтировано предприятий этой сферы и что еще предстоит сделать. Об этом поговорим с нашим следующим гостем. Геннадий Рябцев, директор специальных проектов научно-технического центра «Психея» в нашем эфире. Геннадий, здравствуйте. Добрый вечер. Из последних новостей премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что ремонтная компания украинской энергосистемы идет по плану. Отремонтировано 5 атомных энергоблоков, еще 4 находятся в ремонте. Также подчинили 62% энергоблоков ТЭС и 70% ТЭЦ. Ну, то есть довольно много. Так ли все хорошо, по вашему мнению? Ну, информация на самом деле никакая противоречивая не является. В межсезонье всегда была периодом ремонтных работ. И есть война, нет войны, все равно энергетики выводят в технологические ремонты, на обслуживание, техническое обслуживание, все энергоблоки, которым по графику положено пройти соответствующее обслуживание или соответствующие ремонты. Поэтому здесь, по-моему, даже и подгонять особо никого не нужно. Все знают, когда выводить какие блоки в ремонт и когда их из этого ремонта выводить. Единственное, что усложняет ситуацию сегодня, это достаточно короткий список оборудования, которое можно быстро поставить для замены поврежденного или того, которое уже использовало весь свой ресурс. Это связано в первую очередь с тем, что целый ряд предприятий на левобережной Украине не работает из-за военных действий, из-за нанесенных им повреждений. А европейцы и американцы не всегда способны поставить то оборудование, которое необходимо именно украинским энергетикам в силу разных стандартов, которые определяют качество электрической энергии в Украине, в странах Европы и за океаном. Но тем не менее, ремонты идут и я не думаю, что какие-либо сложности в ближайшее время усложнят начало отопительного сезона или усложнят нормальную работу, нормальное функционирование объединенной энергосистемы Украины. Ну да, кстати, в подтверждение того, что Российская Федерация явно будет пробовать опять обстреливать объекты и инфраструктуру, является то, что Россия уже наладила производство своей версии шахедов. То есть они у нее в принципе будут в достаточном количестве, к сожалению, мы смотрим реально на ситуацию. Добавлю еще информацию от премьер-министра. Расширяется программа обмена ламп накаливания на светодиодные, которую правительство реализует совместно с Евросоюзом. То есть суть в том, чтобы учреждения культуры, органы соцзащиты, библиотеки, музеи, спортивные организации и другие административные здания использовали вот эти энергоэффективные лампы. 50 миллионов ламп нужно заменить для того, чтобы нагрузку на энергосистему снизить. Вот хочется у вас, Геннадий, еще спросить, каким образом мы можем, если не просто работать с последствиями уже этих будущих, очевидно, обстрелов, а по предотвращению, какие-то фишки, какие-то технологии. Мы в прошлом году обсуждали, что какие-то сетки даже можно устанавливать на какие-то отдельные трансформаторы, очень важные. Вот Иран приводили эксперты в нашей студии в пример, который просто все важные объекты держит чуть ли не под землей. Вот какое-то новшество мы действительно находим в течение этого времени? Как у нас с этим обстоят дела? Ну, Иран не те объекты держит под землей. Военные, военные, конечно. Военные, да, но не объекты энергетические. То есть достаточно посмотреть, оглянуться вокруг и увидеть, что в основном-то электрическая энергия передается по воздушным линиям электропередач. Не по кабелю, который там закопан в землю. В отличие, допустим, от транспортировки того же газа природного. И понятно, что трансформаторную подстанцию не закопаешь под землю. Да, можно ее углубить, то есть делать специальное бетонное основание, которое будет ниже уровня земли. Что, собственно говоря, и делается в целом в ряде случаев. Можно установить соответствующие средства противовоздушной, противоракетной и особенно противодроновой защиты. И это опять же делается. И вот в этом плане, вы упомянули завод по производству российских шахедов. Ну, у нас тоже ситуация получше с прикрытием неба. Не так, как в прошлом году, когда, честно говоря, удары Российской Федерации по энергетическим объектам были неожиданностью. Для очень многих. И вот я тут тоже неподалеку живу от энергетического объекта. И, к сожалению, не только слышал, но и ощутил те удары, которые были нанесены по объектам критической энергетической инфраструктуры. И это, безусловно, было неприятностью, большой неприятностью для украинской энергетики. И сейчас мы будем входить в отопительный сезон в значительно худших по сравнению с прошлогодними стартовых условиях. Однако мы будем входить в этот сезон во всеоружии. То есть с лучшей защитой неба, с лучшими средствами противодроновой защиты, с во многом обновленными системами, которые были повреждены, и с четко определенными протоколами действий, что, как, зачем, в каком порядке предпринимать энергетикам в том случае, если будет нанесен очередной удар по тому или иному энергетическому объекту. Геннадий, а как вы считаете, в связи со всем сказанным, вы отметили, что за прошедший год Украина усилила свои оборонные возможности, плюс берем в расчет то, что сформированы какие-то резервы в энергетике, плюс это ремонтная компания, которую в Минэнергетике называют самой масштабной за всю историю независимости. Вот со всем этим, возможно ли повторение прошлогоднего сценария, когда украинцы узнали, что такое блок-аут, возможно, неполный, но частичный, тем не менее. Или в этом году, как бы сложно не было, но до блок-аутов уже не дойдет? Ну, мне вообще не нравится слово блок-аут, потому что это немножко не то, что происходило в объединенной энергосистеме. Ведь объединенная энергосистема не распалась на автономные энергетические острова. Объединенная энергосистема работала по командам оператора системы передачи Украинерго. Да, осуществлялись аварийные отключения, да, наблюдались в ряде подсистем системные аварии из-за выхода из строя значительных генерирующих мощностей. Однако никаких блок-аутов у нас не было. Блэкаут — это когда все обваливается, все бегают по кругу, хватаясь за голову и не знают, что делать. Здесь все знали, что делать, как действовать, что необходимо предпринимать. И поэтому, да, вводились графики стабилизационных отключений. И не исключено, что эти графики будут работать, в первую очередь, в прифронтовых областях. И, скорее всего, и в тех регионах, которые потребляют большое количество энергии или имеют ограниченное количество объектов генерации, местных, речь идет в первом случае о столице и столичной области, а в втором случае об Одесской области. Но никаких блэкаутов, никаких вот это вилови, витключень, которых на самом деле не существует, а не виловых, а не витключень, то есть этого не будет, это невозможно. Невозможно погрузить страну с настолько разветвленной системой энергетической и с такой, обладающей такой поддержкой внешней, какую имеет Украина. И это теоретически доказано военными экспертами уже несколько десятилетий назад, в 90-х годах прошлого века. Спасибо, Геннадий. В любом случае, прогнозы, хоть и оптимистичные, но мне кажется, все-таки они реальные, потому что страна готовится к этой осени, ни для кого эти будущие, вероятно, обстрелы неожиданностью не станут. Геннадий Рябцев, директор специальных проектов научно-технического центра «Психея», был в нашем эфире. Спасибо вам.